В Слуцке в настоящее время проходит суд над родителями многодетной семьи, 37-летней Анастасией и 48-летним Александром Таратутами. Их обвиняют в убийстве собственного трехлетнего сына. 14 января 2023 года Анастасия и Александр жестоко избили своего трехлетнего сына Семена до смерти. Ребенку было нанесено 9 ударов, 7 из которых пришлось на голову. В результате мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, что привело к кровоизлиянию под мозговые оболочки и отеку головного и спинного мозга. Родители мучили своего сына на протяжении всей его жизни. Они не кормили его, издевались над ним и не предоставляли ему спального места, малыш спал на голом полу на кухне. При этом ребенок, по словам отца, редко плакал и иногда реагировал на побои и издевательства с криками или молчанием. В трехлетнем возрасте мальчик весил менее 10 килограмм. Отец мальчика, Александр пояснил, что маленького ребенка не били, а воспитывали и убивать не хотели. В роковой день обвиняемый, по его словам, нанес Семену лишь один удар ногой в лоб. Такой способ практиковали родители для того, чтобы усадить ребенка на пол. После удара малыш упал на пол и перестал подавать признаки жизни. Кто нанес ребенку еще 8 ударов отец не знает, считает, что это сделала его жена. У нас была нормальная семья, не надо представлять нас такими страшными, заявил Александр. Анастасия Таратута, мать убитого малыша-россиянка, с видом на жительство в Беларуси. До декретного отпуска работала в доме быта Слуцкой, фабрике пошива одежды. Имеет двоих сыновей, 14-летнего Даниила, и 12-летнего Мирона, которые проживали со своими отцами. После гибели отца Даниила, он переехал жить к матери. В браке с Александром Таратутой, родила троих детей Глорию, Семена и Милену. Дети Глория, Милена и Даниил, после ареста родителей, были направлены в приют, из которого Даниила забрал в опекунскую семью, родной брат его отца. А Милену и Глорию передали в приемную семью. В отношении Александра и Анастасии органами опеки, начат процесс лишения родительских прав. Белорусский закон не оставляет таким родителям вариантов продолжать воспитание собственных детей. После лишения супругов Таратута родительских прав, дети будут усыновлены. Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная супругом Таратута, признала обоих вменяемыми. Когда Семену был годик, он попал в реанимацию с белково-энергетической недостаточностью тяжелой степени. Потом с травмой головы. Тогда всех детей, Семена в том числе, изъяли из семьи на пять месяцев, но потом вернули. Потому что семья, оказывается, выполнила все требования органов опеки. Соседка обращалась в милицию по поводу нескончаемого плача ребенка, характерных шлепков, но ее словам сначала не придавали значения. Правоохранители приходили и осматривали ребенка. Какое-то время становилось потише, а потом все начиналось заново. Соседка также обращалась на горячую линию УВД, но ей посоветовали обратиться к психологу. Супругом может быть назначено наказание, вплоть до смертной казни или пожизненного заключения.